Добрый день, сегодня анбоксинг. В коробочке видно, что это головоломка от компании Lanlan. Внутри находится Master Morphix. Кусочек головоломки торчит и кажется, что она перемешана. Давайте вскроем. Коробочка стандартная, без всяких опознавательных знаков. Master Morphix туда еле влез. Больше тут ничего нет. И вот такой вот он. То есть это не перемешанное состояние, это собранное состояние. По сути это стикер мод, который имеет название пропеллер. То есть можно повернуть и вот так он перемешивается. Напомню, что не так давно на канале был вот такой вот стикер мод, полностью однотонный. Ну а настоящий Master Morphix выглядит вот так. Четырехцветная по внешнему виду пирамидка, но на деле это кубик 3х3, который выполнен в такой форме. То есть при вращении форма здесь меняется. И вот компания Lan Lan. Вот такой вот чудо-юдо. Причем это, скажем так, не ручные доработки. Это вроде бы как заводские. То есть вот этот уголок, он литой. Вряд ли где-то полностью желтый они доделали на Master Morphix. Ну я сомневаюсь. То есть вот эти детальки специально именно для этой модели. Ранее мне такое не встречалось. Ну вот, встретилось. То есть по сути у нас пропеллер на каждой стороне. Одноцветные ребра белые. И одноцветные углы. Причем углы расположены без какой-либо связи. А нет, со связи. Вот у нас как бы синяя грань. И синий угол расположен напротив. Желтая грань. Желтый угол расположен напротив. Возможно даже будет интересно его собирать. Вращается. Ну, получше чем. Вот этот экземпляр. Все-таки это лан-у-лан, а это не пойми кто. Но похуже, чем классические мастер-морфиксы от передовых производителей. Достаточно шумный. И опять же здесь можно сделать изменение формы. Привести вот к чему-то такому. У нас в глазах и так хребет. Из-за обилия цветов в собранном состоянии. Ну, что тут. Возможно здесь можно разработать какой-то особенный метод сборки. Который позволяет какие-то этапы пропускать. То есть вот углы ориентировать не надо. В обычном мастер-морфиксе только вот эти вот маленькие уголки. Можно было не ориентировать. А эти были трехцветные. Здесь же получается, что никакие углы ориентировать не надо. Давайте попробуем собрать. Давайте перемешаем. Даже стало интересно. Обычно начиная с синий-красного центра. А здесь центра синий-красного нет. Здесь будет белый. Ну, как пример, вокруг вот этого белого. Будем собирать синие и красные вот эти вот ребра. Смешаем. Сейчас вопрос по цветам. Ну, и теперь как? Три на три. Вот что-то такое получилось. Давайте пробовать собрать. Я вижу, что вот возле этого белого центра есть синий-красный, который стоит неплохо. Поставим рядом с ними еще парочку. Два синих стоят. Поставим здесь красный. Так. Два синих ребра, два красных ребра. Центр будет белый. Сюда. С одной стороны желтый, с другой синий уголок. То, что синий и красный не должны соприкасаться. Желтый и зеленый. Неважно куда. А, рано. Сначала нужно центр развернуть. Вот, нам повезло. Все центры стоят правильно. Ну, поскольку они одинаковые, мы могли вот так и поворачивать, пока что-нибудь не совпадет. Дальше ищем какой-нибудь уголок. Вот зеленый. Опускаем его сюда, чтобы форма была уже поудобнее. Зеленый есть. И вот сюда нужно поставить желтый. А желтый... Так. С ребром он соприкасаться не должен. Мы поставим просто пока так. Так. Что у нас получилось? У нас получилось два синих, два красных. Вот сюда нужен маленький красный треугольничек. Так. Сюда нужен маленький синий треугольничек. Все в три хода ставится. Дальше. Дальше, дальше. Вот сюда должно быть, видимо, синее ребро. То есть, это получается первый слой мы собрали. Вот сюда нужно поставить синее ребро. Это будет второй слой. Мы видим, что оно здесь. А сюда нужно красное ребро. Есть у нас красное ребро свободное. А, их как раз нужно поменять местами. Ну, я на место этого красного, какое-нибудь зеленое поставлю. Да. Красное поднялось. Ставим с другой стороны. Да. Ставим вот это красное на это место. Далеко, далеко. Так. В глазах слегка опять же ребит. Так. Вот у нас собрался красный пропеллер. И теперь нужно синий. Так. Собрался синий. Так. Сюда нужно поставить какое ребро. Эти синие и красные у нас уже все разобраны. Остается зеленые и желтые. Поскольку здесь угол зеленый, то ребро сюда можно поставить исключительно желтое. Например, вот это. Давайте его и поставим. То есть у нас пара получается такая вот желто-зеленая. И с другой стороны, на втором слое, вот это вот желтое ребро стоит явно неправильно, поскольку с углом ребро соприкасаться не должно, вот с большим именно углом. Значит, мы вот это зеленое сюда поставим. Что у нас получилось? Два слоя как бы собраны. Синий и красный пропеллеры есть. Так. Вот эти два ребра стоят хорошо. Придется поменять ориентацию вот у этих двух ребер. То есть вот этот пропеллер уже хорошо собирается. Меняем. Ну и получается у нас обычная галка. Фронт. Обратный пиф-паф. Фронт штрих. Очевидно, что у нас перемешались они, но сейчас рыбками расставим их по местам. Вот этот элемент желтый стоит на месте. Если это пойдет сюда, это сюда, это сюда, и будет хорошо. То есть сделаем одну правую ребру. РУ, Р-у, Р-у, Р-у-2, Р-штрих. Таким образом у нас вот желтый пропеллер и зеленый пропеллер. Остается переставить уголки по местам. Ориентировать их нам не придется, поэтому просто переставить. Вот этот угол на месте. А эти три будем переставлять. Давайте сделаем просто комбинацию. Какую-нибудь оперм. Вот верхняя грань. Делаем оперм спокойненько. И проверяем. А вроде собралось. Зеленый-зеленый напротив. Желтый-желтый напротив. Красный-красный напротив. Короче, все напротив. Везде, на каждой стороне пропеллер есть. Большие уголки с пропеллером не совпадают. Маленькие совпадают. Ну, упрощенная версия обычного мастер-морфикса. То есть я применил здесь все те же знания. Новых никаких не пригодилось. Мы пропустили этап ориентации верхних углов. Проще было поставить нижние уголки. Вот эти вот. То есть в обычном мастер-морфиксе только синие и красные мы бы легко поставили. А здесь еще и зеленый-желтый. Поскольку ориентировать их не надо. В три хода все ставились. Ну, второй слой стандартно собирался. Третий слой только пропускали этап ориентации. Ну, чуть проще. Возможно, сделал отдельное обучающее видео. Может быть, нет. Посмотрим. Такая достаточно забавная головоломка. Ее, конечно, можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется какой-то одноцветный мастер-морфикс и наклейки соответствующие. Или можно из нескольких мастер-морфиксов разобрать по деталькам и собрать вот такой. По идее, это возможно. Не знаю, сколько для этого потребуется. А возможно, и нисколько. Давайте прикинем. Здесь сколько цветов? А, у нас здесь есть дополнительный цвет. То есть, из колор-версии не получится сделать такое. Здесь пять цветов. В обычном четыре. Ну, тем интереснее. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok